Ариф Мариум, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Продлен особый карантинный режим, в принципе, это было ожидаемо, поскольку пандемия продолжается, коронавирус не побежден. В целом ли, а оправдывают ли себя ограничительные меры, которые применяются? Дело в том, что причина этих мер, она вся такая же, как и раньше. То есть меры принимаются для того, чтобы не нагружать существующую систему здравоохранения. Она хоть и достаточно сильно приспособилась за эти два года, но, тем не менее, внезапный нахлыст большого количества все-таки оказывает нагрузку. Поэтому эти меры должны. То есть они служат как бы таким амортизатором, такой буферной системой, которая позволяет выносить этот удар каждой волны. Мы видим, что, например, в европейских странах с появлением там штамма Omicron, относительно нового штамма COVID-19, ужесточаются карантинные ограничения, опять возвращаются локдауны, хотя казалось, что локдауны такие жесткие уже не вернутся, и что это пройденный этап. В Азербайджане, согласно официальным сообщениям, пока штамм Omicron не выявлен. Какова вероятность его появления в нашей стране, и может ли это повлечь за собой ужесточение карантина? Вероятность очень высокая, учитывая, что, как обычно и бывает, когда обнаруживают новый штамм, он уже распространился. То есть буквально 2-3 недели прошло с момента первого сообщения, уже в 106 странах этот вирус обнаружился. То есть это говорит о том, что, скорее всего, он распространился во все другие страны тоже. Просто на данный момент он пока не успел проявить себя настолько, чтобы дойти до каких-то стратегических цифр. Поэтому эти меры предотвращающие, упреждающие, я считаю, что они оправданы. Вакцинация, как известно, она помогает замедлить рост, распространение коронавируса, помогает уменьшить количество госпитализаций, тяжелого течения болезни. В целом, как вы думаете, удастся ли в Азербайджане достичь популяционного иммунитета в этом году или в новом году, в 2022 году? Популяционный иммунитет – хорошая вещь, его надо достигнуть. И, в принципе, темпы у нас в последней, во вторую половину этого года, темпы были хорошие. И если эти темпы будут продолжаться, то эффект будет достаточно хороший. Причем в этом отношении тоже надо слишком не медлить, потому что следующие штаммы, естественно, они изменяются. Соответственно, они менее, более устойчивы, скажем так, к предыдущим вакцинам, которые уже успели составиться. Поэтому, чтобы такая игра в догонялки очень долго не длилась, соответственно, нужно работать быстрее в этом отношении. Ну и последний вопрос. Крупные компании, которые занимаются производством вакцин, уже сообщили о том, что они будут работать над новой модификацией, скажем так, вакцин уже под штамм омикрон. Значит ли это, что будет еще одна какая-то доза вакцины, которая уже переработана под новый штамм? Она, скорее всего, будет, причем наверняка не в очень далеком будущем, потому что практически вся система отработана. Считайте, что просто в компьютере поменяют несколько слов, которые кодируют новые участки, отличающиеся от генома этого омикрона. Поэтому эти вакцины, они, естественно, будут более новые и более эффективные. Слишком долго их регистрировать, проверять тоже не нужно, потому что они особо сильно отличаются от предыдущих по внешнему воздействию, по своим негативным эффектам каким-то. Они отличаются по побочным эффектам, они отличаться особо сильно не будут. Но по эффективности предотвращения, они по умолчанию должны быть более эффективными. Ариф Малимов, я благодарю вас за ваш комментарий, большое вам спасибо, до свидания. Спасибо вам с нами. Я напомню нашим телезрителям на прямой связи со студией CBC был заведующий клиникодиагностической лаборатории доктор философии по биологии Ариф Юсифов.